хоба всем привет с вами доктор влад у меня сегодня такой многофункциональный ролик для начала чтобы бремени отдельно не терять я вот ведь я что надел это такой жилет да для того чтобы было тяжело ходить ну то есть дополнительная тяжесть для тех кто худеет а вот даже сейчас приподнимусь покажу какой он вот здесь вот мешочки такие специальные да ну похож на бронежилет немножко там песок и сзади тоже с другой стороны тоже вот и когда в нем ходишь вот гуляешь просто да уже калорий больше тратится хорошее дело между прочим что интересно когда его покупал я его никак не мог не мог застегнуть вот эти штуки у меня не застегивались они вот здесь вот были даже еще больше можно подтянуть ну ладно это все хорошо конечно теперь вот по теме значит у меня сегодня еще еще три темы значит первая тема меня никто не спрашивал но я скажу что интересно американцы придумали расстрелять вот этот хорикейн эрма который обрушился на флориду да и вот ну американцы если американцы оружие очень у многих есть да вот и решили значит с ружьями выйти на берег и пострелять я не знаю что у них там получилось а что-то вот не нашел сведений вот но ураган то уменьшился да ну наверное постреляли хорошо это ли плохо умно ли это или глупо ну вот эффект был во всяком случае мне это понравилось так это два ну хорошо теперь уже поближе к теме меня вчера одна дама попросила ох я сейчас не найду расскажите про микроволновки вот вредно они либо или полезно и вообще я вот она услышала что это в микроволновке молоко разогреваю да вот и как раз вот на этой страничке с молоком она меня спросила ну ребят мне много чего есть сказать мало того у меня уже есть 100 а во 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 сейчас ну ладно неважно у меня даже есть статья про микроволновки я их так назвал вредно или человека или нет причем статья у меня была опубликована еще 9 декабря 2013 года их я про даты начал говорить ребят сегодня 11 септембр такая дата тяжелая в жизни америки помните братья не братья башни близнецы тогда были самолетами разрушены в общем такой траурный день ладно не буду заостряться но и вот значит вот эта статья микроволновки полезны или нет но вроде бы все пользуются я ими пользуюсь да вот но все дело в том что вот у меня вот как статья была четыре года назад так и сейчас я считаю что к микроволновке нужно относиться как злой собаке очень осторожно почему да потому что никто не знает что это такое сывочеволны нет ну так знаю там что значит такой-то чистотой там колебания и так далее а вот до конца механизм не выяснен еще не выявлен понимаете вот и что может навредить да может навредить вы знаете страшный случай когда только микроволновки появились в продаже одна тетя купила вот а у нее была такая привычка не пудель был вот она в духовке сушил ну карликовый пудель ну включала духовку раньше в обычную электрическую там тепловую духовку включала там на минимум 00 там с чем-то да ставил туда пуделя и он обсыхал вот вокруг это значит ну тепло просто было там ну 30 35 градусов и все она взяла значит купила микроволновку обрадовалась и ну в общем был большой скандал пудель она потеряла естественно вот и она с этой компании которая производит микроволновки она их засудила вот что у них там не было написано в инструкции что она этого пуделя не может там сушить и в общем она с них там какой-то миллион долларов значит поимела да и вот так что ну вот видите вот такое начало было у микроволновок хотя начало то было собственно говоря изобрели эту штуковину еще в 40 каком-то году вот 7 декабря 45 года вот и вот я еще раз могу сказать что окончательно как действуют вот эти волны неизвестно я вам могу еще один пример привести очень интересно еще в школе читал вот знаете есть такие радиостанции очень мощные да там и сотни киловатт и вот те люди которые живут недалеко от этих радиостанций да были случаи когда они обращались к врачу и говорили что у меня в ушах постоянно звучит музыка без всякого радиоприемника просто они рядом живут там с антеннами с этими да просто без всяких каких-то приборов дополнительных они слышат и музыку и речь новости и все такое прочее откуда это берется наука бессильно они ему не могут определить каким образом радиоволны прямиком значит попадают им в голову понимаете и вообще наука это наука слабая огонь то не знает что это такое вот сейчас еще плазма появилась но не сейчас она давно появилась и тоже свойства окончательно не изучены в общем я говорю я предостерегаю вас относитесь очень аккуратно вот лично я да когда включаю эту микроволновку тут их называют мокровейка вот я подальше отхожу упаси бог там вот вот это вот излучение да вот а я такой ну высокий она низко стоит да и она у меня как раз будет на то место которое мужчине нужно очень сильно беречь понимаете вот я отхожу почему-то в этой статье тоже написано что может быть как-то сетка там ну там впереди сетка вот это как-то отогнулась или что-то такое волны могут проникать аккуратнее я помню свое время было было такое что вот сотовые телефоны они же тоже на высоких частотах работают да и что нельзя к уху подносить да будет рак мозга ну насчет рака мозга но нет таких сведений что вот именно телефон повлиял значит и случился рак мозга нету вот но тем не менее это опять излучение опять подносите к мозгу вот и черт его знает я я вообще честно говоря мне это не грозит совершенно я телефон у меня он есть вот он лежит да слышите время от времени звонить я его не трогаю вот я не люблю телефон как таковой вот ну просто у меня непереносимость вот это вот потому что так вот выйдешь на улицу вот в чикаго да все идут бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла да и в саратове то же самое было еще тогда уже сотовые телефоны появились когда я туда уехал вот и все болтают болтают болтать не наболтали сиди дома вот еще и ходит по улице и звонит я уж не говорю за рулем то же самое здесь за рулем в америке вообще от ас и подкрашиваются и суп какой-то кушают и чё-то пьют и там ну в общем не знаю за дорогой следи это я отвлекся в общем с микроволновкой мы с вами вопрос решили лучше и во первых лучше брать конечно известных брендов я не знаю в россии делают микроволновки свои или нет но я бы не посоветовал потому что ну знаете есть здесь жигули а есть там я не знаю хотя бы фиат да они вроде похожи но машина абсолютно разной и в общем-то не в обиду сказано я уж об этом сто раз говорил что в россии не очень хорошо относятся к тому что делают руками понимаете как это американцы приехали дети говорит у вас красивый вот а то что вы руками делаете это не очень хорошо получается вот и уж если вы хотите взять микроволновку берите какую-нибудь зарубежную известной марки известного бренда вот и тогда будет все нормально вообще штука невероятно удобно меня не было в саратове у нас с мамой там не была здесь я привык не я собственно я и только и пользуюсь так ну с микроволновкой разрешили и еще я хотел сегодня попутно одну тему взять она знаете она сходная как ни странно насчет усилителей вкуса вот как раз у меня будет статья на доктор владе вот чужая статья насчет усилителей вкуса действительно ли они вредят вот что такое усилитель вкуса это глутамат натрия с кодировкой е621 и вот тут значит описывает товарищ ну автор этой статьи что ну вообще-то этот усилитель вкуса он есть и в естественном виде понимаете вот и он очень много тут вот он приводит в пример там в грушах по моему еще где-то да вот этот вот аромат вот этот вкус да он он все равно есть вот и то что его заменяют на химический не ничего страшного нет и кушайте ради бога с этим глютаматом вот и будете здоровы да пейте детям молоко будете здоровы но это все правильно я и я как бы не спорю даже да действительно это не такая уж вредная вещь по сравнению со многими другими вот что не стоит его избегать и так далее в общем то же самое но есть одно но вот как я уже кому-то здесь отвечал доктор как вы относитесь к прививкам детям да у детей но я педиатр да я очень хорошо отношусь прививкам но не нужно их делать в россии вот чем дело я не знаю откуда они это дело везут вот откуда эти самые ампулы и так далее если вы абсолютно уверены что эти ампулы привезены действительно из надлежащего места вот и хранили их там где их положено хранить в холодильнике они не где-нибудь там я не знаю просто в комнате в теплой да то да действительно прививки вещь хорошая вот то же самое с глютаматом этим с усилителем вкуса если вы абсолютно уверены что этот глютамат он не российского происхождения нормальный хороший то что там написано так ради бога кушать и а ко всему российскому я отношусь очень осторожно и вот почему я вот здесь попробовал я там пробовал допустим какую-то еду ну те же бюргеры да вот эти вот из быстрого питания да и здесь попробовал это разные вещи они они только на вид похоже понимаете это совершенно разные вещи вот и то же самое относится к любой другой еде картошка самая простая как я здесь не чищу картошку ребят я не чищаю режу и ем и никакой разницы абсолютно как и яблоки да вот яблоки я тоже без кожуры не это самое с кожурой кушаю да и картошка российскую картошку небо в голову не пришло ее я ее чищу стараюсь все глазки и так далее а здесь не нужно она вот просто сверху покрыта шкуркой все понимаете разные совершенно вещи вот и то же самое с глютаматом натрия да в общем то это не очень вредно и тем более по теории это то же самое что и растет на ветках да вот но все таки все таки если это российского производства относитесь аккуратнее они наговорят всем верст до небес и все лесом а на самом деле что туда сунули неизвестно вот так не обижайтесь но я высказал свое мнение только свое вы можете иметь свое как это кто-то сказал что я не согласен с вашим мнением но я готов идти в бой за то чтобы вы его имели всего хорошего до свидания с вами сегодня был доктор влад и завтра буду